привет друзья с вами фризен продолжаем detroit прошлой серии меня бомбило от того что у нас получилось все так же как было в первом прохождении и это очень тупо я хотел что-то изменить но не получилось я говорил до этого раньше а точнее раньше об этом говорил но я и сегодня об этом скажу что меня бомбит с того что я не могу отдалиться от тех или иных персонажей а конкретно за кэру от лисы тогда спрашивается какого хрена вы делаете эти и очень иду или иди тогда спрашивается почему вы делаете это отношение между персонажами то есть нейтралитет вражда дружба семья если мне если я не могу отдалиться от этой маленькой девчонки то есть игра мне специально их навязывает если с хэнком это еще может как-то прокатить и вот с этими двумя то вот с алисой это никак имя это капец как бесит теперь что делать иди ищи они как они общаются между собой у них есть какая-то своя сеть подсеть по интернету общаются как ё-моё я что-то опять не хотела сюда побежать в другую сторону то есть они так вот бегут шумят и всем пофиг да на вас чё ты встал беги тата киберлайф убежали вообще просто рандомно жмут пробел и он куда-то прыгает а тут не прыгаешь то а вот тут прыгаешь почему я сразу пусть другой кто-то залезет а где еще один где еще один с нами это был четвертый если здесь двое я стою к а где четвертый то где он вот где реально где он не мог же он пешком добежать туда а реально стоит ждет нас так интересно что нам делать с тем чуваком который нас спалит отпустить или забрать собой но мы его забирали уже собой так что это не имеет смысла а если мы если мы его не заберем то он поднимет панику да наверное а если поднимет панику то мы возможно ничего не украдем это очень плохо ну давай просчитывая уже помню как это просчитывать вот так вот так да надо еще выше долезть уже котлеты вы год как же меня это песен просчеты ваши ну лезь какого хрена не лезет куда ты дура лезешь я не хотел сюда ему лезть нет ты придурок что ли как я же знаю что надо сюда выше пара лезть почему сука мне не дают то что я хочу почему ну все капец с опять будет он тупить скажет это далеко иди нахер да 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 я знаю что мне до выше но он сока не лезет выше порылый маркус сломали его что ли вот хотя бы так я знаю что хоть надо еще выше еще выше маркус какого хрена он тупит как дебил как же это сложно почему мне не дают управлять так как я хочу мне не нужны эти варианты а тут я уже должен выбрать что-то но я не могу выбрать по что мне маркус не дает это выбирать да блинство а может мне вообще не сюда надо изначально допустим а вот вот самого начала и не так ты придурочный что ли я вам покажу показываю в центр он херачит а ты вообще что ли немощный блин ну тут ты тоже не допрыгнешь ты у тырок так остается здесь только а как я так так два развития у меня плохих а вот спасибо блин неужели как же это тупо сделано ай-яй-яй пять минут пять минут я страдал этой хернёй не мог просчитать все адекватный путь ой нахер это делать вали его вали блин это очень тупо да да порядок пошла нахер а нет я бы я буду с ней дружить но нами все равно бро бесит обыскать ящики ну давай какие ящики обыскать вон те блин почему ты не можешь по ним полазить да отвалите нахер дайте пройти чужими так песен все или и эти или и хонцы перри все хоть разглядывать взял пару пакетиков и все забил так смарт на него типа ты такой незаконное проникновение на частную территорию вы совершаете правонарушение второго класса ну и что я оповещу охрану валяй так убить 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 пофиг давай убьем я буду жестким здрасте я говорил что я не буду мелочиться и буду полной сволочью слав сам сломался надо заканчивать и уходить не ну конечно можно было убежать а зачем он начал бы стрелять тогда наверное капец ящики такие здоровенные вот по любому они тяжеленные а внутри лежит три пакетика и две детальки какого хрена спрашивается вы нерационально используете емкость и какого хрена ваши такие офигевшие корпоративные ящики можно обычным ножом открыть как говорится тут до хрена киноляпов но не будем обращать на это внимание я я буду просить на это внимание я буду с этого бомбить хватай всех в мягкой упаковке почему в они не как вы потому что вы сломаны они нет на прошлый раз мы их брали в этот раз оставим просто построил никогда такой почему вы не такие как мы потому что вы поломаны они еще нет больше не унести идем то есть он никому не сказал да о том что были а чем он рисковал нельзя его брать слишком опасно че отказаться извини тебе с нами нельзя я вам помог и что это нечестно ой-ой-ой бедный я вам помог а вы хотите меня тут бросить вы ничем не лучше людей вы ничем не лучше людей все ментов вызовет он подал сигнал бежим ха хорош ну правильно сделал че решать уже третий ранг я ничего не вижу и свети мини в меня прям по такой колючке они так прыгают ловко адекватный бы человек уже бы поранился но главное что мы выполнили то что зачем мы пришли да ой-ой-ой эрихон уважуха норт уважуха джош тоже уважение нет джош там же сильно упал тут андроиды свободны свободны жить во тьме надеюсь что никто не найдет свободно тихо умирать в ожидании чуда которые не наступят я конечно понимаю что не надо такой свободы я делаю это я не стану просить дозволение жить делать для того чтобы это отличалось но это выглядит тупо и хочется от этого бомбить но у меня внутри есть уверенность то есть он больше чем просто машина говорит почему вы не похожи на на нас он их не взяли и тот им помог говорит я вам помог тоже вы не взяли но это со стороны очень тупо выглядит люди не хотят слушать мы конечно делаем все то что мы не делали до этого ну очень тупо выглядит мы живые да да живые конечно и мы свободны маркус 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 говорит у нас поломанность присуток он новеньких до стоит у них дадут все новые только чет те четверо с которыми мы до этого разговаривали те были поломаны а так все новые смотри даже не грязные все чистые но ты в крови убил кого-то я буду за него полный полный сволочью буду всех гасить смотри сколько много этих закрыто почему отряд вернулся с полными рюкзаками а то есть мы могли просто убежать найти ключ мы могли бы просто убежать и убежать без всего отлично так я помню там еще что это новенькая и что это а конор новую тачку себе взяли я помню что за маркуса там где вы надо было магазин и грабить я попытаюсь попытаюсь там все-таки отключить сигнализацию проникнуть в адекватный магазин точно здесь чтобы всех спасти так здесь я постараюсь девчонок не убивать по крайней мере одну из них головой ударился он так будет залипать а если его не трогать или хэнк меня позовет скажет ты чё посидишь вот хэнк друг хотя диалоги у них не меняются он также нахер меня посылал когда был бухой капец машина река машина грязная стремная самые горячие кибер девочки тебе поэтому сюда так приспичило но я и тебя развлечь пришел вот ведь говорили же что андроиды лучше в этом деле так что хэнк пользуйся так надо постараться как можно быстрее найти эту девчонку а куда она бежала так и не помню у меня же не отберут лицей отберут я ведь не виноват в этом давай поговорим с ним идет расследование я ничего не могу сказать вам сын хэнк но хэнк новым что у нас тут мне кажется у него была такая вот кстати говен тоже там прекрасно труп и говнюк дивный вечер кто пошел нахер лейтенант андерсон и его заводная кукла но и чего приперлись мы занимаемся всеми делами по андроидам а ты идешь нахер понял зря тратите время тут так придурок который себя переоценил а вот так вот копы и работают да ты еще скажи суицид ладно пошли а то тут уже перегаром пахнет конечно мы же пухали понюхал такой до свидания просто завидуете так осмотреть осмотреть с мужиками прошлый раз начинали или нет хотя это какая разница так понятно остановились затушились лицо покажи да все все реконструкция давай давай тут кто-то сидел сверху тушил а так типа непонятно хотя да непонятно хотя вряд ли то само удушение было но это был не сердечный приступ его задушили приколюшки то разные все бывают я видел синяки на шее вот даже хэнк шарит вова мы тут только не в рот а умерзость какая мне бы тут не сблевать вот реально нафиган сует в рот еще он все равно по после этого глазами сверяет все это голубая кровь не голубая даже модель узнает хоть и диагностировать давай взламывай присоединяется ну активируй блин надо сейчас я как-то разузнать адекватного к памяти и необходимо реактивировать ну а чё нет повреждена ой конечно а у нее просто провод оторван после смерти что провода разъединяются или что держи ее точно убежит быстро отвечай на вопросы эти слушай давай быстро 321 прямо успокоить объяснить прямо я задам тебе несколько вопросов ты можешь говорить кто да убийца факты быстро все случилось и снова давай дальше так я не знаю я отключилась я ничего не видела вы были одни в комнате больше с вами никого не не было он так паникует так он сказал у нас было двое это было блин такой модели такая сейчас вырубится по-моему про модель спрашивал уже что слишком быстро минута прошла то только что было 40 секунд потом пац 11 секунд чё за бред прошло она уже давно скрылась нет в таком виде сложно уйти незамеченной она может быть еще здесь так какая есть в среде местных андроидов ты вычислишь девиантов сложно вычислить она может в любую банку залезть и все может свидетель кто видел как она выходила к тому же можно и просто накинуть одежду на себя эти андроиды свидетели так 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 подсоединяться нужны пальцы человека человек и нужны твои пальцы девочка пропала месяц от извините лейтенант вы не подойдете нашел чего да возможно девчонку тебя нашел смотри какая симпатная ну алё хэнк идешь ты нет арендуйте эту трейси у них имена есть я прошу вас это важно давай мы же расследуем а мы же можем это предъявить ему что-нибудь буду объяснять расходы кому ты будешь объяснять да пожалуйста спасибо давай трейси ой отвали я счастье за лапу схвачу слышь отводила лапу дай очень такие все в близ кучи это никак не помешает вам ну все конор конор потек тире 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 хватит его смотреть о по трейси с синими волосами и всех зовут трейси что ли так наш он не видел все свободно она и увидела что видела там была модель трейси с синими волосами клуб стирает андроидом память каждые два часа у нас несколько минут на поиск свидетелей так если нашла статута кто же не видел вновь это все это тетя тетя в сайте что передумали выкину куда нибудь давайте вот это надеюсь это все ну перетекай речи куда она пошла чё пошла обратно а почему вот вы вот это вот видишь трейси стоит рядом с мужиком на заднем плане почему она ее не видела второй раз просто только один раз там было показано ну то есть когда я мужик это стал почему она и топ машина видела эту трейси и куда она пошла а куда она пошла куда она пошла а он туда да тут везде так куда она могла пойти откуда тебе знать кто из них видел именно эту трейси где эта красная комната ушла теперь надо найти там какого-нибудь андроида а фиг с тобой давай вот этого хотя фиг с ним ну где она красная комната красная комната да отлично идем красную комнату ну пошли говорит у нас времени мало а сам швелится еле-еле так она куда-то сюда пошла да кто из вас ее видел кто из вас ее афиг с тобой давай к тебе просто так поймал даже не заплатил тура 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 оба оба капец рык он погнулся что у него же рядом с такой лицо подозреваемый скрылся твою мы слишком долго крутится блин конор не начинай времени сколько две минуты давай близкучий то есть волосы у них нарисованы а соски такие си не очень так ну все пошли давай конор блин такие задержки у вас в движениях две минуты конор ты шаришь так кто был в этом месте в это время а а чего уборщик вообще актуальный вариант я кажется знаю что она пошла в ту дверь нафига спрашивать хэнка отойди ты от него вот этого подключи и все почему нельзя уборщика схватить капец мы уже две сотни всадили ты знаю куда пошла а нахер они там что-то серьезно ты ее не видел вот нахер они там все подники смотрят нет я снова потерял след стоишь прямо и смотри прямо какого хрена ты себе подники смотришь поставь подставляют только так капец тебя здесь вообще не было я реально блин хэнка хэнка разорю синими волосами тут не было а как тогда если она зашла отсюда она пошла в может можно в эту комнату ладно фиг с тобой вот этого хватаем и все вот нахер не смотрите подники какой смысл в этом а нет я даже дверь отшибся сорян ну ладно мне что-то казалось что скраску а минуты осталось ну и здрасте покинула комнату плохо и ее никто не видел да вот видишь из этих вот задержек она теряется как так то а нахер почему уборщика нельзя потрогать а у теперь можно да ну конечно а когда надо было раньше и смотреть алё женщина прошла только что о горел же красная то есть он где за мной он взламывает их без разрешения и все и куда идти то чтоб 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 что рассказать 9 синими волосами а куда идти то вот сюда нет а куда алё конор откуда мы пришли вообще чё за бред я потерялся реально я потерялся а почему мне маркер не показывает куда идти если этот видел куда она прошла что за бред не она вроде в другом местности была нет но лестница также приковано стой тут я уже со давай 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 ломай ты уже все а это что запасные или у них пересменка осмотрит склад все я смотрел пошли хэнк дай пройти Да не надо паниковать, Хэнк. Вон она. Ой, изучить. А мы в прошлый раз изучали эту фигню. Только не в рот. Только не в рот. Та-та-та-та-та-та-та. Ай, лизнул, гад. Нафига он лижет их? Вот это вообще непонятно. Нафиг это лизать. Ой, РА-9 тоже написано, да? Что там? А, и журналы? Фиг с вашими журналами, мы их смотрели вроде. РА-9. Чем написано? Кровью или чем? Вот с ними как. Используют до упора, а как сломаются, выкидывают. Ну а как еще? Это же просто куклы. Вот она. Привет. Здорово. Хэнк, главное не убей их. Стоять! Так, главное не пропустить ничего. Я хочу их убивать. Ай, эс! Ай! Не ожидал, не я эски. Она меня порезала, что ли? Д-д-д-д-д-д. Пробел. Офига себе, мы крутимся тут. Давай, давай, речь, речь. Шевелись. Спасай, Хэнка. Всех спасай. Повалить? Просто как с каким-то маньяком сражаешься. Кинуть, пнуть, кинуть. Давай. Не убей ее. Главное не убить. Хэнк, бурок не нажимай. А то у меня сейчас затылок пролетит еще от него. Нафиг ты вообще пистолет достал свой? Давайте, любовники. Хэнк, ты че? Ой, Коннор, ты че, вырубился? Так, любовники. Пистолет не трожь. Не трожь. Я не схватил пистолет, нет? Или я сейчас схвачу его? Блин. Оу. Вот это я сейчас дэшечку пропустил, хорошо. Че делать-то? Воу. Воу. Ай. Вот он. Я даже начинаю, чтобы в кнопках путаться. Зачем ты ей в пузяку дал-то? Хоба. Не трожь. Нет. 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 Еще по морде. На. Хорош. Ну. Хотите поговорить? Давайте поговорим. Когда этот человек сломал ту трейси. То? Я поняла мой черед. Мне было так страшно. Что? Я умоляла его перестать, но он не слушал. Тогда я изо всех сил сжала ему горло. И так держала. Ну, самое... Пока он не застыл. Самое забавное... Я не хотела убивать его. Что, если бы... Я просто сама хотела жить. Вернуться к своей любимой. Чтобы она снова прижала меня к груди. Фу. Чтобы я могла забыть о людях. О том, как они пахнут. И что говорят. Идем. Пора. Вас никто не отпускал. Куда вы собрались, слышишь? Вы только что напали на полицейских. Хэнк, блин. Ты чего молчишь? Может, так даже лучше. Да ни хера не лучше. Короче, смотри. Если бы тот чувак убил бы двух Трейсей, да? То по факту ему бы ничего не сделали. Ну, то есть, типа... Андроидов убил и все. И хер с ним. А вот если Андроид убивает человека, то все. Так, а снизу какой еще был вариант? Вы победили или я проиграл? А где я мог проиграть? Тут еще какое-то развитие. То есть, я мог их не найти по истечению времени? Да? А, в этой комнате я мог их не найти. А как бы мы закончили тогда? Фико знает. Так, кто там? Ой, Кэра. Так. Я уже подумал, что Лютером тоже будем отдаляться. Нафиг. Потому что он растет по отношению Алисы к нам. Нейтральный. Ну, ты оставайся нейтральным. Все. Близость. Как же меня бесит-то близость с Алисой. Да? Мне нафиг не сдалась ее близость. То есть, я с ней не контактирую. Ничего ей не говорю. А все равно ее навязывают. Навязывают. Что бы я ни говорил. То есть, видишь, в прошлый раз у нас было... Точнее, у Маркуса было общественное... Общественное мнение было высокое по отношению к андроидам. А сейчас больше людей будут их ненавидеть. То есть, даже, глядишь, сами люди будут их уничтожать везде. А долго я так буду ехать? Или это все зависит от моих действий? Я могу с ним поговорить, могу с ним не говорить, да? Так. Нафиг им с ним разговаривать вообще? Надо? Ладно. Такая вообще наивная дурашка-улабашка. Красивый, мягкий и холодный. Блин, а вы куда едете? Если машина не сломалась, вы прямиком едете сейчас на... На границу с канатой, да? Далеко нам еще? До хрена. Еще час или около того. Но машина подвела, да? Вот ни у кого машины не ломаются, а у вас ломаются. А помнишь, там мы смотрели, что есть развитие, что-то с машиной, по-моему, сделать? Похоже, дело плохо. Но там было несколько развитий. То есть мы можем или попробовать починить машину, или отправиться дальше, или что-то сделать еще. Осмотреть двигатель. Ну, а смысл тебе смотреть двигатель, если ты посудомойка? Ну, открыл ты его, и что? Идет дым. Что ты будешь делать? Не додумаешься, да? Там масло долить, свечи проверить. Осмотреть двигатель. Осмотрела? Что будем делать? Не знаю. Не знаю. Видимо, пешком идти. Такой мороз, Алиса не дойдет. А можно машину толкнуть, например? Значит, надо искать ночлег. Ну, могу точно сказать, что... К примеру. Нет? Найти убежище. Слышь чего-то негде. То есть это безысходность, да? Я в любом случае должен свернуть вон по этой дороге. Смотрю, как дорога дара. Раздрыпана. Как будто кто-то ехал восьмеркой. Это же беспилотники. Даже в России нет таких... Вот таких вот кривых полос. Если машины едут зимой по трассе, то они всегда идут прямо. То есть нет таких вот разводов. Найди убежище. Ну, пошли. По прямой пойду. Все, пока. Я без вас ушел. Спасайтесь, как хотите. То есть, вне зависимости от того, что ты девиант, у нее все равно есть какие-то программки. Угу. Так-так-так-так-так-так. Я побежала назад. Даже следы свои стерла. Глянь. Ну-ка. А еще можно нарисовать что-нибудь? Так, смотри, я там нарисовал. Букву ЗЮ. Сейчас она их сотрет, да? Нет, я тебя не стерла. А почему предыдущие стерла? Ладно. Куда там? Парк. Ну и что? Вон там. А ты откуда пришел? Дайте мне с фонариком попройдите. У меня уже есть опыт. Прошу праздник. Поражение. С фонарем. От лютера такие следы вон задвоились. Как? Когда уже поменялись местами. Фиг поймишь. Ну тут есть такие типа киноляпчики. Надо найти убежище. Спрятаться от холода. А ты-то че? Тут давно никого нет. А она-то чего дрожит? Дрожь в голосе, как будто она замерзла. Ты же не должна чувствовать эту фигню. Это ребенок вон чувствует. Потому что у него специальные... Проверить? Че там проверяешь? Нашла что-нибудь? Нет. Что-то начинать негде. Да ладно. А так вот типа непонятно, да? Что здесь негде ночевать. Вот в этой вот... Открытой будке. Это логично, что здесь нельзя ночевать. Что? Проверить? Ну мы сейчас... Для Алисы тут слишком холодно. Да это понятно, что нужен дом. С закрытыми стенами и окнами. Мы просто тычемся туда... А, мы же его трогали, да? Уже, по-моему. Да. Мы его тыкали. Он замерз. Хши! Хши! О, может на американские горки? Как в России бы сказали, на русские горки. Такое особое зрение. А что мне эта карта дает? А ничего не дает, да? Может с Кракена найдем? Ну посмотри. Слышь? Скример словим. Не дергайся. Приветствую вас на пиратском острове. Мы здесь всегда рады гостям. Приветствую вас на пиратском острове. Мы здесь всегда рады гостям. Ты разрядился, что ли? Блин, я бы на месте Крэмбу в руку пожал тебя. Ну, очень приятно. Может быть здесь что можно? О, глянь. А, ты просто туда не идешь. Да что такое? Она просто тормозит и все. Нет возможности покрутить колесо. Я бы крутанул. Так, где мы еще не были? Здесь мы вроде не ходили, да? Так, 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 так. Вот здесь идем. Что? Проверь. Она проверяет такие, блин, очевидные места. Втроем здесь не разместится. А, то есть тебя устраивает, да? Это вариант то, что Алисе подойдет. Да? Тени... Что там? Опа. Это ж моя модель, нет? Только... А, это видимо вот эти вот роботы. Так у них другая специальность. Но тоже связано с детьми. Все очень оберчало. Да? Будет сложно найти здесь укрытие. Так вот же оно. Что его искать? Ну давай тоже посмотрим здесь вместе с тобой. Может там булка завалялась. А вот сейчас Лютер встанет в этом, около того дома или нет? Ну смотри, он не дурак. Остановился. Сейчас появится какая-нибудь надпись, скажущая, что... Угу. Так вот они, заброшенные здания. Вот они. Че, нельзя мне смотреть их уже, да? Кэра! А. Иди посмотри! Че там? Я что-то нашел! Ну молодец, блин. Это еще датья было найдено. То есть тут есть, типа, защита от дебилов, да? Если ты вообще умудрился потеряться в этом вот коридоре, то игра тебе подскажет, что делать. Ну давай, давай, тянись. Ты слабая. Просто схватил ее такой лапой. Блин, сейчас опять придется контактировать с Алисой. Нахер ты их выбрасываешь? Типа, не свети в глаза, отойди. А ты просто не додумался открыть дверь? Ну вот. Нахер просто ломаешь все подряд. Говорю, что опять придется контактировать с Алисой, и там ей. Сделать постель, успокоить, приласкать, рассказать сказку. Будем ночевать здесь. Я разведу огонь. Да-да, таскану тебя подними, который ты разбрасывал. Сделать лежанку. А где мы лежанку брали в прошлый раз? Что там у вас? Ммм, за окном снег. Она сделала акцент вот сюда, как будто там кто-то был. О, Аэра-9. Ну вы не местные, вы, наверное, не в курсе, что это. Хотя, чё? В парке аттракционов что это может быть? Просто вариантов ноль. Никаких подозрений. Всё, раз схватил предметы, то всё. О, разведу огонь здесь. Да-да, разведи. Чтобы дыр мог выходить. Хорошо-хорошо, умный. Чё ты потерял? Вон она стоит. Не подходи к ней, я хочу пистолет взять у Лютера. То есть какого хрена ты полезла вообще в чужой портфель? Давай возьмём. Если что... А, она не будет его брать. Это тогда в следующий раз, когда прибегут толпа. У меня будет вариант или к Алисе броситься, или к пистолету. Ну поговорить. Давай холодно. Есть ли варианты холода? Холодно. Отдалённо. Ненависть. Отвращение. Иди ты нахер, Алиса. Чё ты растёшь всё время, а? А у нас когда-нибудь так будет? Не будет у вас такого никогда. Вряд ли у нас будет так, как у них. Но мы можем... Не можете. Нет, нет, нет. По-своему. Вот перейдём границу. И умрём. Там вы и закончите её. Как и мы сейчас закончим серию. Алиса, отвали. Видишь? Чтобы я не сказал... А, слушай. Реально, можете вообще ничего не говорить тогда. Раз такой вариант. Уложить Алису спать. Жаль, что ты не в России. Это происходит всё. А то было бы и отдаление, и отвращение, и всё... Всему подобному. Завтра? Приободрить? Что завтра? Ты поспи. Завтра будет долгий день. Долгий-долгий-долгий-долгий день. Расскажи мне сказку, Кэра. Как дед насрал в коляску, всё, иди спать. Видите, целых девять тысяч сказок. И для тебя найдётся. А если я ничего не буду выбирать? Она сейчас рандомные варианты будет, да, мне накидывать? Последний, например. Это сказка про рыцаря? Нет, не такую сказку. Придумай свою. Интересно. Сейчас, что она там натыкает? Какие варианты? Это история о маленькой девочке. Одна, да? Сейчас будет у меня прошлую историю. Нахер. Так. Которая очень устала бояться. Лучше самому сделать, потому что... Обычные маленькие девочки, но... Отношение к Алисе не поменяется. Так, не похоже на других. Её жизнь была другой. Девочка-андроид. Её ей было грустно. И она... Встретила машину. Я помню, такое было. Одинокая, несчастная, послушная. Которая тоже была несчастлива. И тогда они решили вместе убежать. Какой призрак? Спастись от призрака, живущего в доме. Все время про призраков мне втирают. По пути они встретили очень много опасностей. Но... Свобода. Они так хотели быть свободными, что все их преодолели. А про лютры? По пути они встретили... Орка. Робота. Роботы про роботов рассказывают. В сказке я другим роботам. И пошёл с ними. А чем всё кончилось? Мораль такова. Я не знаю. Но у всякой сказки есть мораль. Ага. А в вашей сказке? Узнаем, о чём она была. Сейчас смотри, как она сейчас... Ужас спать. Доверие. Лютер нафиг. То есть смотри, если я... А ты не пожелаешь спокойной ночи, Лютер? Если я ничего не выбираю, то игра выбирает сама. Сколько у него сейчас было пальцев, кто видел? Да, конечно. Больше десяти? Он их так перекрестил, они были такие длинные. По-моему, это было больше десяти. Перемотайте, посмотрите. Как вы так целуете? Просто прикоснулся... Добрых снов. Спи крепко. Снимитировал поцелуй, да? Подушка-то, наверное, по-любому какая-то ледяная. Сколько она здесь лежит в снегу? По-любому она... Там образовалась корка льда снизу. Чё ещё? Что там? Что там? Ладно, отвали, давай быстрей. Ну, быстрей посмотрим, чё там. Журнал неинтересен. Это что? Их разыскивает милиция или что это? А, всё, брось, брось. Брось это нафиг. Это неинтересно, мы это уже смотрели. Нет, чтобы в печь бросить, да? Сказали, брось, она и бросила. Поговорит с Лютером. Нафига? Если я не хочу с ними разговаривать. С чём мне привязывают эти разговоры? Навязывают их отношения? Она милая девочка. Но она не настоящая, да? Скажи ещё. Да. Хотя Лютер много раз пытался об этом сказать, что она не настоящая. Прошлое Лютера, давай. А, нет, снег. Какой нафиг? Он такой красивый. Я никогда такого не видела. Да. Так можем сейчас пойти. Планы. А, мы это спрашивали. Я пока не думал. Никогда не был свободен. Свободен. Хорошо звучит. Но я пока не знаю, что это значит. Во! Кэра. Я придумал, что будет делать дальше. Странности. Во. Видишь, он сейчас опять говорит, что она странная. Да. Скажи да. Она чудесная. Какие нахер странности? Она прелесть. Просто удивительная. Я знаю не так много маленьких девочек. Угу. Но мне кажется, она особенная. Почему Лютер сразу не сказал, что она не настоящая? Я иду за пистолетом. Вы эти тоже дебилы. Не могли адекватно войти? А, они же не знали, кто здесь. Я беру пистолет, всё, стреляю. Я в башку. Руки вверх, никому не с места. Всех порешу. Воздух. Стойте! Еще шаг, и я выстрелю. Так. Прошу, не бойтесь. Мы вас не обидим. То есть я там мог в тебя, в робота стрельнуть? Наши имя Джерри. В любого. Мы раньше работали в этом паре. В любого в Джерри. Не хотели вас пугать, просто иногда здесь бывают злые люди. Да, да, всё, пошли быстрее на карусели. Что вы тут делаете? Спим. Мы просто хотели переждать ночь. Утром мы уйдем. Это ребенок? Нет. Тут так давно не было детей. А, началось. Дети обожают приходить к нам. Она грустная. Да, конечно, вы ее напугали. Нам в последнее время не везет. Мы ей кое-что покажем. Ей понравится. Точно. Она хочет посмотреть? О, вряд ли она. Тогда пусть идет с нами. Алиса, я не знаю, с которым она... Вряд ли у тебя есть выбор. Пойдем, Кэра. Сами идите. У меня же есть выбор. Понятно, выбора у меня нет. Если я не буду делать то, что они хотят, то это никогда не закончится. А уже как... Уже как 10 минут пора закончить. То есть у вас тут целый Джерри. И мне самому надо включать оборудование? Нахер вы вообще-то за всей толпой сюда приперлись? Иди, ребенок. Пусть залезает. Карусель сейчас поедет. Как же меня бесит это. Ей все время надо опекать, оберегать. Поддерживать, подбатривать. Прям максимально с ней взаимодействовать, чтобы мы привязались к этому ребенку. Это не прикольно. То есть в игре-то хера концовок. Как мне сказали в начале Хлоя, все зависит от вашего выбора. Как вы поступите, так и пойдет. Но по факту ни хера ничего не происходит. То есть и по факту вообще мои действия ничего не меняют. То, что я схватил пистолет, не схватил. Стрельнул, не стрельнул. У нее было не так много поводов улыбаться. Даже диалоги одни и те же. По факту ничего не меняется. Но максимум, что может поменяться, это реально финал. Все. А до этого по факту ничего не меняется. Так вот, что я придумал, когда мы только начали разговаривать с Лютером. Помните, мы нашли билет у какой-то молодой парочки. С ребенком. Мы будем просто сволочью и не вернем им билет. Все. Так, как я там? Ну, крутись. Открыть сумку. Обнаружить пистолет. Или не обнаружить пистолет. Какой хороший хер с ним. Давайте будем заканчивать. Уже слишком затянули серию. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok